Нашел отражение на нашей секции. Очень важно, что наши коллеги из Израиля в историографической части подняли вопрос об осмыслении Холокоста в постмодернистской литературе, отражение подхода к современной сионизм и ситуации в Израиле, в арабском мире. То есть мы вышли на проблемы современности, которые, особенно в ходе дискуссии во второй части, которые мы все стали свидетелями, вывели на проблему, а зачем, собственно, у нас происходит сейчас эта конференция, и что она может дать. Я здесь как ученый, который более 20 лет занимается этой темой Холокоста. Я представляю центр, девизом которого являются слова «Холокост памяти предупреждения». Я занимаюсь большей частью проблемами памяти, исторической памяти. Я глубоко убежден, что именно добросовестности наших исследований, вот результаты этих исследований, которые войдут, что называется, в академическую науку, войдут в учебники, войдут в общественное сознание. Зависит очень многое от того, какой будет память и о трагедии Холокоста, и о событиях Великой Отечественной войны. Память и о героях, и о жертвах. Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемый Александр Илья Александрович. Я хочу... У нас следующий круглый стол был образованием против 5-х сутков. Я вел Равин Минакин Баркан, президент еврейского революционного общества Шамид Латвии. Кстати, я хочу его поблагодарить. Он сделал огромную работу, и он, собственно говоря, был достаточно серьезным представителем еврейской общины и Латвии здесь у нас. Но его сейчас нет по определенным причинам. Но поговорим в конце по этому вопросу. Значит, я вместо... Хочу представить слово по данному столу, нашему дорогому другу, представитель Совета Писателя Израиля, Павел Павел. В директе я хочу сказать... В директе я хочу сказать, что я сейчас услышал господина Ильбовна память и предупреждение. Мой доклад на Берлин назывался «Упоминание и предупреждение». Это видно и в воздухе, и это везде. Значит, в разрыве против предрассудков был ряд докладов. Значит, действительно тоже расклад очень широкий. Во-первых, был доклад представителя Латвии Шалдова, затем Илья Кабанчик из Израиля, то есть он был первый, который делал в действительности. Значит, Эдварь Сирота Австрия США, Богдан Респалька Украина, Анна Капаева музей, дом ворцов Гента. Значит, мой доклад, затем Александр Капольенко и Елизавета Дейстейн. Значит, я думаю, что доклады все были довольно весомые. И вообще было, так сказать, большое разнообразие. И чувствовал, что люди действительно очень глубоко в своей теме. И это очень радует, потому что не было элементом поверхностности. Значит, во-первых, доктор Илья Кабанчик историл областные вопросы методики обучения системы формального образования. Значит, вы знаете, что он говорил об этом, что он, в общем, занимается, кроме всего, изучением, исследованиями и поисками местохранений евреев на Украине, особенно в западной части Украины. И там уже где-то его, в общем, с помощью поставили 11 памятников. И сейчас продолжаются эти работы, и это святое дело, как говорится. Кроме того, доклад Илья Кабанчик написал такое пособие для школ на тему Голокоста. И я как раз с ним ознакомился, считаю, что это очень хорошее пособие. Значит, социальная память о Голокосте у современных подростков России делала госпожа Виктория Шалдова из еврейского религиозного общества в Латвии. Очень интересный доклад, я считаю, потому что действительно эта тема, она действительно не разработанная, и даже после этого доклада, но тема очень важная. Тема, как подрос третье-четвертое поколение Голокоста, как они это все преломляют в своем сознании. Причем очень любопытно, что именно те, которые, в общем-то, и их родственники не подвергались каким-то связанным с Голокостом, они более остро воспринимают эту историю. Вообще, очень неплохой доклад именно о психологических подростках, связанных с темой Голокоста. Следующий доклад был господин Эдвард Сирота, директор Центра Сент-РОПа. «Проблема соединения молодежи XXI века с историей XX века, использование новых психотехнологий для оживления старых фотографий». Ну, там главная тема вокруг господина Фабриканда, его истории, его жизни, его семьи, в общем-то фотографиях, причем на русском языке, хотя автор, в общем-то, в основном говорил на английском. Действительно, очень интересный рассказ об отдельной личности, связанный с этими вопросами. Следующий был очень, мне кажется, важный доклад Богдана Беспалько, замдиректора Центра Украинстики Белоруссии, МГУ Денину Миноносову в России, «Пересмотры того Второй мировой войны на Украине и задачи образования на нынешнем этапе». Очень, я думаю, содержательный и, главное, честный доклад о ситуации на Украине, о том, как сначала шла одна линия, затем она все-таки преобладала линия националистическая, и чему она привела, мы все знаем, привела к тому, что Степан Бендер был объявлен героем Украины, и также и Бандан Шукович. Очень серьезный и четкий доклад, главное, четкий доклад. Затем был доклад Анна Капаева, это научный сотрудник музея Дома Борцов, это Бейкер Фомей Гитаот в Израиле, на севере Израиля, в районе Аквон-Гаре, и был покажен целый фильм в этом большом, это один из крупнейших музеев в мире, по количеству, по собранию материалов, причем именно с направлений, я очень хорошо знаю этих жителей и работников этого центра, причем они действительно с первого дня, начиная буквально сразу же после войны, начали эту линию именно борцов этого, не жертв, не это имя, борцов так и называется, Бейкер Фомей Гитровой, Дом Борцов этого. И очень большой и емкий материал, который мы представили с Пророкопаевой, значит, в этом докладе. Но потом был мой доклад, я уже, как говорил, так уж нечем тут говорить, я говорил именно о докладах, ну не вкладах, вообще о литературном отношении, а поэсии, которая является иногда гораздо глубже и важнее каких-то научных наблюдений, воззрений, она как бы идет в самом сердце. Я привел пример поэта, который был сам в Лолокосте, Пауля Анчева, который стал великим Паулем Челаном и написал знаменитую фугу смерти, переведенную мной это скрыть на русский язык. Затем был доклад Александра Копонина, президента Института Европейской исследований в Латвии, доклад был «Послевоенный опыт борьбы евреев за человеческие достоинства, уроки о других народах». Это очень важный доклад. И вообще мне нравится то, по-речному мнению, что все-таки в этой конференции превалировала тема борьбы. Потому что вообще тема в Израиле – это шоа вег-вура, то есть катастрофы и героизма. Ну там, правда, как бы это равновесно, но, конечно же, важно выделять и ставить ударение именно на борьбу. Потому что количество людей, которые были партизанами, особенно вот этот фильм «Изгои» идет речь о десятках тысяч людей, которые были партизанами, евреями. Это невероятно, но это так оно есть. Вот. И последним был деклата Резавета Десен, как-то я не очень сильно в этом вошел, тема такая – преподавание истории Нового Коста в многонациональном общей социалистичной религиозной конфессии. Вот такой примерный расклад был в образовании против предрассудков. И я как раз там хотел подчеркнуть, у нас в Израиле очень важный элемент предрассудков, который нам отливается кровью, потому что образование в палестинском анклаве, мы знаем, что это за образование там. Эти учебники у нас есть, все это есть. Это просто готовят смертников, то есть шагидов, живые бомбы. Им рассказывают все вот эти вот предрассудки, они становятся основой всего об этих семидесяти гурьях на том свете, так сказать, в раю и так далее. Это кажется смешным, это даже кажется детским, но это отливается большой кровью. Поэтому это очень важный элемент вот этой борьбы с предрассудками. Ну все, пожалуй, вот так примерно раскладывается этот круглый стол на тему образования против предрассудка. Добрый вечер. В продолжении того, что было сказано на общей предварительной встрече, мы сконцентрировались на проблематике документального кино о Холокосте в Советском Союзе. И я предпочитаю, как бы, не доклад. Это было обсуждение. Все-таки, как бы, кино – это дисциплина относительно свободная. И это было обсуждение того, чего есть, что есть и чего нет. Человек проблема – это, естественно, отсутствие, фактическое отсутствие документального материала на Холокосте в Советском Союзе. Проблематика – как используется. Тут немногий, очень многий материал, свободно, так сказать, независимо от того, где и что снято, который цитируется из фильма «Финн». С другой стороны, есть, конечно, исключение из правил, когда на базе определенных активов, как Брест или Новогроды, или фотографии детей, все-таки удается сделать, как бы, аттентные фильмы, которые базируются на материале того периода. Вместе с тем, проблематика – что мы знаем и что мы не знаем. Мы не знаем о палачах, потому что они не участвуют, они не сняты. Мы не знаем о той глубине человеческой местной жертв, которая, например, присутствует в литературе. Ее фактически нет в документальном мире. Тогда возникает вопрос между поэтическим направлением, когда уже сам материал не важен, а важное отношение между фактическим направлением. Это, собственно говоря, спор неразрешимый, потому что фактического направления, как я уже сказал, в документальном кино нет из-за отсутствия материала. Какие формы новые будут найдены? Что можно определить? Мы пока что не знаем, потому что, в принципе, сегодняшнее документальное кино, кстати, не только в Израиле, не только в России, во всем мире, оно пока что остается традиционным. Оно пока что еще не вскрыло вот эту как бы внутреннюю душевную, духовную коробку того, что пресса делала у людей внутри. И поэтому я должен сказать, что, на мой взгляд, из этой встречи есть очень важный результат. То, что она состоялась. То, что состоялась встреча разных подходов, разных мнений, из разных стран и разных, я бы сказал, течений. И мне кажется, что было бы очень полезно, если бы такого рода встречи, в рамках, скажем, специальной программы, где авторы могли бы высказаться, создать такую, какую-то платформу, для того, чтобы, ну, своего рода, творческая лаборатория, она была бы очень важна. И она важна, прежде всего, именно на постсоветском пространстве, на тему Холокостного Советского Союза. Сделано пока что относительно очень мало фильмов, очень мало тем пока что, я бы сказал, представлено. И поэтому очень важно, пока еще какое-то время осталось, не упустить, не упустить то, что возможно. Сколько фильмов будет делаться, я не знаю, потому что общая, я бы сказал, тенденция тех, кто выступал, была такова, что эти фильмы не спонсируются или спонсируются очень плохо, эти фильмы не транслируются, они транслируются очень редко, и поэтому мы находимся как бы в ситуации, когда есть очень много условий, нет, есть очень мало условий, да. Я не хочу завершить как бы свое выступление пессимизмом, но я думаю, что в тот момент, когда ты знаешь, что есть проблема, это уже половина решения. Я очень надеюсь, что благодаря таким встречам возникнет какой-то драйв, который на базе русско-еврейской общинности, на базе постсоветского пространства, на базе людей, которые занимаются этим, независимо от их профессии или национальности, потому что эти части ему сделаны вообще не киножниками, я думаю, что шанс на то, что мы сможем выразить, то, что до сих пор остается вне поля зрения, будет использована. Спасибо вам. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, следующий круглый стол был на тему Вторая мировая война и Холокост. Нет? Сейчас я хочу предоставить слово, да, у нас уже докладывали Алькс Арчат Альман, поэтому сейчас я предоставляю слово Абраму Крюскину, представитель наблюдателя Совета Балтийского телевидения, член управления Балтийского форума. Спасибо. Я в данном случае вступаю от имени президента нашего Матильского форума. Я не с вами в начале хочу передать большую благодарность нашим коллегам, с которыми мы вместе проводили это решать. И считаю, что этот опыт тоже не только может предложено иметь продолжение. За 12 лет Алтейский форум проводил самые различные конференции, но с одним общей, общей основой поиски решений актуальных проблем современного мира. Поиски решений для тех вопросов, которые касаются человека в современном мире, народа современного мира и человеческих на кого. Я думаю, что тема этой конференции абсолютно вписывается в эту проблематику. И этот опыт, который приходит в такое количество профессионалов, которые занимаются годами этими вопросами, очень важен для, как основа, для очень разных вопросов, которые, может быть, даже выходят далеко за круг, который здесь поднимет Холокост. Потому что это опыт, который человечеству необходим, просто как без которого трудно говорить о пути в человечестве, которое умеет жить на этой земле. Я еще раз передаю нашу благодарность и нашу готовность продолжать включавшиеся столь депутатроны сотрудничества. Спасибо. Я думаю, что было бы интересно, конечно, повторять такие конференции, может быть, каждый год в разных странах, но я думаю, что этот опыт был довольно интересным, когда мы смогли объединить специалистов в области истории, архивного дела, историографии, образования, документального кино, объединить всех вместе из-за разных стран, и чтобы они смогли меняться. Думаю, это полезно. Уважаемые коллеги, я бы хотел сказать пару слов о заключении нашей конференции. Я хочу поблагодарить всех модераторов кругу столов, часть кругу столов и вообще всех участков конференции. Мы действительно провели вторую часть наших конференций, которые посвящены 60-летию Великой Победы. Вы знаете, что в Берлине мы начали первую часть, это была политическая конференция, где мы ставили проблемы и так далее. Сегодня обменялись мнениями историки и попытались высказать историческую правду. Мы даже получили, по моей просьбе, от некоторых юристов терминологию, что такое нацистская и ненацистская организация, о чем завтра мы будем обсуждать на заседании Телефицкого комитета Телефицкого фронта. И я хочу вам сказать о наших дальнейших планах. Мы договорились сегодня о том, что следующая наша третья конференция пройдет в городе Минске 25 и 26 апреля этого года. и тема этой конференции пройдет в Минске будет звучать примерно так. Роль медийных средств в борьбе за искажение истории Второй мировой войны. Против понятно я понятно все тут подсказывает по-моему правильному как бы мы уже далеко зайдем. Значит что коллеги я хочу вам сказать я единственное что касается этой конференции сейчас скажу диалоги Минской конференции что касается этой конференции я все-таки хотел бы расставить точки на день не очень оправдно что у нас прозвучало сегодня только одно выступление моего правдолюбимого человека но тем не менее я думаю что это его личное мнение по поводу гитлера Сталина я хочу вам четко сказать и мой дедушка погиб на фронте бабушка там была где-то и многие значит наши родственники пропали мы говорим о том что было очень много там в режиме мы уже говорим я хотел бы связь тем что мы из сегодняшнего часть конференции я думаю что мы договорились с господином Балком о том что он примет самое активное участие в этой работе я имею ввиду мы обращаемся к вам и мы выделим финансирование на этот проект нужно из сегодняшнего часть конференции почему затронут тему снова такую сегодня значит которая будет называться концептуальная история 20 века мы хотели бы чтобы собрать коллектив историков литераторов значит философов безусловно значит юристов обязательно юристов Владимир Васильевич это мы тоже вас просим при этом участие и создать некий труд большой труд который будет называться концептуальной историей 20 века и потом чтобы этот труд мы могли рекомендовать всем но чтобы там уже понятийный аппарат другие вещи и подход к исторической правде что он будет консолидирован мне хочется чтобы эту группу я специально мы ее не определяем я хотел чтобы вы ее определили сами в своем сообществе нам предложили мы просто ее как бы организационно поддерживаем понимаем в чем дело чтобы вы это делали сами почему чтобы мы четко подошли к той идеологии потому что я никогда не соглашусь тем я еще раз говорю тоталитарный режим это плохо значит диктаторский режим это плохо но никогда в жизни я не могу смирить не смирюсь как человек который занимается вопрос который тратит на это огромное время и прочее 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 значит с тем что чтобы была некая идеология я имею в виду нацистскую идеологию понимаете которая уничтожала людей только за то что они или той национальности или одного цвета или еще чего-то и так далее и так далее и так далее плохо мы готовы обсуждать после этого с вами вместе и другие проблемы там проблемы тоталитарных режимов и так далее вы все специалисты я как бы по первому образованию тоже историк и вы значит со мной согласитесь о том что это другое это плохо но это другое мы сегодня говорим о том что наша общая задача чтобы у нас не повторилось то что тот исторический прецедент который мы уже имеем в 33 году и когда все думали о том что будет все хорошо когда ну пришел гидрок власти зачем будет трогать нас евреи там может как-то пронесет и так далее и так далее но я хочу обратить ваше внимание вы знаете исторические факты о том что да евреи должны были быть уничтожены их не должно было быть просто как евреев а все остальные значит народы они должны были быть в общем-то в услужении вот так называемой великой что называется нации понимаете что дело я думаю что это тоже как бы не тот вариант и конечно сравнивать это зло с другим как бы злом значит абсолютно невозможно да есть два зла но мы сегодня говорим конкретно вот об этом потому что вот я сейчас кстати говоря мы обменялись с моим дорогим другом я благодарю что приехал депутат Верховной Рады Украины Вадим Васильевич Коростиченко да и мы сейчас буквально пять минут назад понятие мы сегодня он рассказал то о чем мы сегодня говорили о том что сейчас уже в Украине прошло два значит этих скенхеновских фестиваля один из них целиком полностью антисемитские песни понимаете а второй там допустим и антироссийские другие там и так далее подобное неважно но прошли два скенхеновских фестиваля то есть это уже организованные группы той самой молодежи на которой мы с вами сейчас ставили акценты понимаете то есть они уже организованы они уже выступают они уже идеологизируют другую молодежь понимаете И поэтому мы, я думаю, собираемся в сами подобные конференции в самое время. Да, значит, теперь я хочу сказать по Минской конференции. Просто по Минской конференции, хотя бы, чтобы вы всех приняли участие, уже сегодня создан новый комитет Минской конференции, и он будет говорить, значит, доклады будут делать журналисты, значит, те, которые пишут о проблемах Холокоста, о проблемах героизма, о проблемах, значит, завтрашнего дня. Я хотел бы, конечно, в город, значит, уходить, я хотел бы, чтобы он подключился, чтобы он тоже подключился, и все другие к этому, к этой конференции в Минской в том числе, потому что именно там будет некое заключение. И, кстати говоря, там мы будем проводить, мы объявляем два конкурса больших. Я был потрясен, честно хочу сказать, просто потрясен от тех фильмов, которые я увидел вчера, по большому счету. Это как раз то, на чем должна учиться наша молодежь. Понимаете, вот эти тяжелые фильмы должны показываться в школах. И давайте не будем бояться. Пускай, значит, студенты, учащиеся, видят то, что происходило, понимаете, и чтобы у них в мозгах откладывалось то, что они хотели, чтобы что-то происходило. Так поэтому мы говорим о том, что у нас будет там, блин, на заседание также, где будут выступать теперь же журналисты, которые пишут на эти темы. И мы, значит, объявим конкурс на лучшую работу журналисту с вручением премий. Это будут три премии в двух номинациях. Одна номинация журналистов, пишущих на эту тему, и одна номинация мы сделаем фестиваль фильмов. И тех первых, которые вчера видели, еще другие фильмы, я прошу вас, Борис Молцер, к этому делу достаточно активно подключиться, значит, войти там в комитет вместе с другими коллегами, которые присутствовали во вчерашнем показе фильма. Может быть, поговорить с всеми коллегами, но собрать все, что есть. Мы в один из них сделаем там большой импортивный фестиваль с вручением таких премий, значит, режиссерам, фильмам на эту тему. Мало того, я еще хочу сказать вам, что сейчас, в президиуме нашего конгресса, мы приняли решение о том, что этот фестиваль будет у нас проходить один раз в два года, значит, после Минска. И мы сделаем, значит, примерно такой фестиваль, таких документальных фильмов, ну, как вот делают, допустим, условно говоря, в кино, в доме кино, там, в других, опять, другие фильмы, мы будем делать именно этот фестиваль, фильмы с вручением первых трех премий. Это будет проходить в Минске, значит, 25-26 числа, поэтому всех желающих приглашаем, так сказать, на эту Минскую конференцию, она будет заключительной к 60-летию Победы и так далее. Потом у меня есть еще одна просьба, буквально, чтобы я уже прежде перейти к предложению нашего заявления, значит, к нашей конференции предложить его. Значит, я хотел сказать вот о чем. Я хотел обратиться к нашим израильским коллегам. Владимир Васильевич Корсиченко сейчас делает огромную работу, огромную работу. Это и по поводу событий с Бандерой, по поводу АУЛУПА, по поводу других вопросов и так далее. И это как раз тема нашей следующей конференции, то, о чем сейчас скажу. Значит, мы просим, Борис, все-таки мы поддержали этот проект, мы его через нашу городскую секцию достаточно будем серьезно двигать, но мы просим и вас, Фрейдович, воздействовать на Ядвашем, для того, чтобы они предоставили те материалы, те материалы Вадима Васильевича Корсиченко, которые ему необходимы по деятельности АУЛУПА. Значит, они сами заявляли о том, что у них есть такие материалы. И мы очень просим, чтобы эти материалы были предоставлены нашим украинским коллегам, значит, членам комитета антимашистского фронта, значит, для того, чтобы они могли на Украине поработать на эту тему. Вот, это большая просьба, значит, с тем, чтобы это было возможно сделать. Я прошу также здесь присутствующих американских коллег, и здесь есть рейдинг-бар, да, Леня, есть? В зале, да. Значит, я прошу американских коллег также вот с Вадим Васильевичем проконтактировать, возможно, через ваши музеи тоже подобрать и материалы, которые вам нужны, потому что нам нужно поддержать наших украинских коллег, поддержать их в том, чтобы они могли мочь, ну, как бы, делать эту работу. Понимаете? Без материалов, без тех, которым мы им поможем, через наши архивы, через другие, там, и так далее, эту работу будет делать очень тяжело. Поэтому я вас всех призываю, Вадим Васильевичем, вот здесь в зале, значит, и, как бы, с ним проконтактировать, с тем, чтобы можно было каким-то образом помочь ему в сборе этих материалов. Это то, что я хотел, как бы, сказать. И в заключении коллеги, значит, на... во время проведения секционных заседаний были высказаны мысли о том, что нужно принять заявление участников конференции, будет по ее итогам. И я предоставляю слово, ну, или Александру Чакману, по поводу текста данного, значит, заявления. Дорогие друзья, прежде чем зачитать заявление, я еще хотел бы сказать личное впечатление от этой конференции, вот с моего очень хорошего впечатления, отсвечившись с нашими латышскими коллегами. Действительно, в ходе этой конференции мы были наглядно поняли в уровне исследований по теме Холокоста в Латвии, степени меморализации Холокоста, ваши учебные программы, а то, что мы договорились о сотрудничестве по ряду проектов с районами Нинахова и Баркана, это действительно вселяет оптимизм и говорит, в общем-то, наглядно, для чего такие конференции в том числе нужны. Позвольте мне зачитать проект заявления «Участников конференции. Итоги Второй мировой войны и Холокоста. Жертвы, праведники, освободители и палачи. Рига. 14 и 15 марта 2010 года». Несколько месяцев осталось до 65-летнего юбилея победы Египтовской коалиции над нацистской Германией. Это событие является ключевым в истории Европы и всего человечества. Итогом Второй мировой войны стало формирование более справедливого и гуманного мира. Мира, в котором невозможно существование и чая средства. К сожалению, в последние годы празднование победы в ряде стран омрачается моральным релятивизмом, попыткой поставить знак равенства между палачами и освободителями, предать забвению трагедию жертв и подвиг праведника. Мы считаем равны недопустимыми любые попытки обелить и тем более героизировать нацистских коллаборационистов, независимо от того, происходит ли это в Латвии, Эстонии, Иране, Литве, России, Украине или в любом другом государстве. Подобные процессы ведут не только к росту ксенофобских настроений, искажению памяти о Холокосте и, следовательно, к потенциальной возможности повторения этой ужасной трагедии. Резолюция Европейского парламента 17 февраля 2010 года, содержащая призыв к руководству Украины пересмотреть решение о присвоении нацистскому господнику Степана Бандере звания Героя Украины, свидетельствует о том, что объединенная Европа столкнулась с необходимостью расставить четкие политические, моральные и научные акценты в оценке трагических событий Второй мировой войны и ее действующей войны. Существенная роль в этом процессе должна принадлежать деятелям науки, культуры и образования. Мы, участники Международной научной конференции в РИИ, выражаем обеспокоенность попытки у предания заявления истинной роли нацистов и их пособников, палачей еврейского, украинского, русского, белорусского, цыганского и других народов в трагедии Второй мировой войны. Мы обращаемся к руководству стран Европейского Союза, США, Израиля, России с призывом поддержать усилия мирового научного сообщества по обмену информацией и результатами научных исследований. А именно, активнее использовать научный потенциал историков разных стран в изучении темы Второй мировой войны и Холокостка, регулярно проводить международные научные конференции и круглые столы по указанной теме, организовать совместную работу историков разных стран по подготовке сборников архивных документов по истории Второй мировой войны и Холокостка, в том числе об участии в уничтожении евреев, нацистов и коллаборационистов, интенсифицировать процесс рассекречивания архивных документов по проблематике Второй мировой войны и Холокостка в России, Украине и Белоруссии и странах Европы, противодействовать внедрению в общественном сознании ложных домыслов, направленных на отрицание Холокоста, искажение причин, механизма и последствия этой трагедии, выработать механизм по информированию населения стран Европейского сообщества США, России, Украины и Белоруссии о трагедии Холокоста и роли Советской Армии в спасении еврейского народа от уничтожения, внедрять государственные образовательные стандарты, учебники, учебные пособия, научно опробированную информацию о трагедии Холокоста и спасительной роли Советской Армии. Поддерживать создание и произведение культуры и искусства, веколечивающих память о жертвах, праведных и освободителей. Мы, участники конференции, итоги Второй мировой войны и Холокоста, уверены, что эти меры будут способствовать сохранению памяти о значении победы антигитлеровской коалиции и трагедии Холокоста, а следовательно, укреплению международного диалога, основанного на общеевропейских принципов демократии, элегантности и взаимовлажения. Спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы, Кирилл Александрович? Пожалуйста. В третьей мировоззации... Если можно, к микрофончику, пожалуйста, подойди, чтобы нас слышали. В третьей мировоззации мы считаем право неразбесимых любых, которые были велики, тем более, где есть первые нацистские реперационисты. Независимо от того, что происходит Латвий, Эстония, Иран, Литвей и Россия. На государственном уровне Россия не поддерживает реперационистов и их преследовали в советские времена. Я бы не хотел, чтобы мы эритическую дорогу встали вместе, что она герилизирует коллаборационистов. Я бы не хотел, чтобы она в этом списке вместе стояла с Латвий, Эстонии, Ирана, Литвей и Украины. Спасибо. Я имею в виду, вот это. Спасибо. Давайте тут действительно в данном случае исключим этот вариант и согласимся с коллегами. Здесь это вопрос для дискуссии, потому что здесь не речь идет, не идет о государственном уровне. Мы тоже не хотели, чтобы в России так было. Но мы великолепно знаем, что появляются попытки реализировать власовую и власовскую армию, отдельных представителей. Мы не хотим, чтобы наша научная конференция превращалась, так сказать, в ситуацию, когда мы обходим какие-то страны, где есть проблема. Ну тогда, знаете, что, тогда нужно было сюда и в Америку везти, Англию, Францию, и в Германию нацисты ходят. Или в любом другом государстве. Нет, Илья Александрович, я согласен с коллегами, давайте исключим этот англочный Россию. Что, а мне не получше, что ли? Давайте исключим. Кстати, я прошу прощения, я скажу, чтобы я не забыл, у меня есть предложение, вот в тех местах, где в этой документе, включить туда Яд Вашем. Понимаете, потому что Яд Вашем, померьте, пожалуйста. Яд Вашем, давайте мы, если вы не выражаете, как мы все все, потому что вот эта проблема, которая то, что сказал, у нас надо, может быть специально абзацем, Яд Вашем, значит, обратиться к музею Вашем, чтобы они оказали помощь, выдачи материалов для проекта с... Господин Шпидер, я участвую в этой конференции, как кинодокументалист, Амбеков, представитель Яд Вашем. А я не к вам. Нет, я хочу сказать, что я, как частное лицо, категорически возражаю и объясню почему. Яд Вашем, это уже известно, это было опубликовано в деле Шухевича, не держит дела, не то, что называется файлов. Любой исследователь, любой историк может обратиться в архив Яд Вашем, получить эти документы и сделать на их базе работу. Поэтому Яд Вашем сам по себе в архиве, кроме того, что вмещается в тот или иной план, ничего не делает. И поскольку уже в деле Шухевича было опубликовано публичное заявление Яд Вашем о том, как это работает, как это не работает, я просто хочу объяснить уважаемой публике, что это обращение, оно совершенно беспочвенно, потому что Яд Вашем на него не может отреагировать. Это, я говорю, как частное лицо, я прошу уважить в архиве, где нету. Я прошу прощения, Вадим Васильевич, можете прокомментируйте об этом дело? Нет. 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 полную и широкую возможность работать с их архивами. Что касается Романа Шухевича, кроме заявления о том, что в яд вашеме такие документы есть, на сегодня мы ничего не имеем. Вот поэтому, коль государство Украина на государственном уровне не пожелало работы, мы на уровне общественных и правозащитных организаций начали эту работу. Я думаю, в этой резолюции все правильно и все объективно. Смотрите, я не надажусь с позиции, что я могу с вами использовать конференции, но мне кажется, что надо определить тирамки. Это конференция, которая поставила перед собой задачу обсудить, выяснить и прочее. В тот момент, когда это выходит, вы имеете в виду на бежу государственную чути и политическую программу, я думаю, что это не боже. Поэтому надо знать, на мой взгляд, я говорю, человек как частное лицо, надо знать меру. Когда обсуждают материалы, что есть, как работать, с кем работать. В этой конференции, я думаю, было очень много хорошего, я это уже сказал. Сейчас, используя то, что я здесь нахожусь, вы обращайтесь через меня, что я не являюсь представителем неотвращения. Я четко заявил об этом. Я уверен, как мы будем говорить. То, что вы не смогли сделать через украинское правительство. Путь о том, не договаривайтесь через правительство. Выясняйте, в чем проблема, как проблема, в чем суть. Вот вы знаете, вот то, что вы предлагаете и предлагают бандеровцы и представители ООНУПА, договаривайтесь на государственном уровне. Париж, давайте прекратим этот спор. Уважаемые коллеги, я думаю, что тот спор, который сейчас здесь есть, абсолютно беспочвенный, поэтому мы абсолютно обращаемся не к вам, как представители к вам яд вашем, а мы в вашем присутствии, можете как бы и так далее, обращаемся к яд вашем. Я настаиваю на том, чтобы писать, понимаете, этот бум, понимаете, дело заключается в том, что именно историческая конференция, людям нужны исторические факты. У нас есть музей, который занимается проблемой колоколста. Это наш еврейский музей. Это не музей какого-то одного лица, это не музей одного какого-то. И поэтому мы обращаемся к яд вашем о том, чтобы они, собственно говоря, выполнили то, ради чего они созданы. Вы знаете, дали общественной организации, которая занимается проблематикой украинского национализма доступ к своим архивам, и чтобы они могли поработать. Это же не архивы какой-то спецслужбы, это архивы Яд Вашема. Понимаете, в чем дело? Бузей. И поэтому я думаю, что если мы обратимся к ним, а я предлагаю поручить контролировать это нашей израильской комитетарной секции и в режиме онлайн информировать нас и докладывать президиуму и всей нашей общественности о том, как яд вашем реагирую на это дело, это будет абсолютно правильно. Не может быть коллегий двух стандартных. Понимаете, в чем дело? И дело заключается в том, что если мы говорим, что мы хотим рассекретить архивы различные государства, и международные государства, и мы с этим соглашаемся, то уж иметь доступ к музейному архиву, который специально для этого создан. Именно не гоже их не давать. И не гоже занимать вот такую позицию, как занимает на сегодняшний день, уважаемые, и никакой политики, простите в этом, я уж точно не успал. В Москве и в Варшаве есть не меньшие, а может быть даже большие архивы и в Канаде по поводу украинских националистов? В Берлине. И в Берлине. И в Киеве. И в Киеве. Там находится большинство материалов. А там находится, так сказать, если вы хотите поднять всю тему, так пожалуйста, обращайтесь в Киев, обращайтесь в Москву, обращайтесь в Берлине. Вот мы сначала обращаемся в Ятваше, а потом мы будем обращаться сюда, куда вас нас посылаете. Поэтому, коллеги, если вы подражаете, мы все-таки включим. И я предлагаю, я не могу понять, я не мог понять, до сих пор почему я обращаюсь, у меня есть понятия определенные, почему я обращаюсь на такую позицию. Так я все-таки предлагаю, на всяком случае я не знаю, как конференция, но я хочу сказать, что Президиум конкретно всемирного белгородского исключения еврейства, обратиться официальным заявлением, на всем я работаю, на все и так далее, обратиться к Ятваше и, значит, потребую вытащить материалы. И через меня заверить вас, что через мировое общество мы этого добьемся. А потом будем обращаться и в Берлину, и в Америку, и в Северную. Давайте о чем делаем. Борис, пожалуйста. Если можно, я по этому вопросу. Видите, у нас демократия в Президиуме, разная линия. 20 лет сотрудничаю с Ятваше. Я, может быть, лучше всех, кроме Бориса Мавцера, при ее представлении о том комплексе материалов, которые у них есть. Это копийные материалы, которые, как совершенно справедливо здесь сказано, из других источников, из других археок скопированы для Ятваше. Это организации, у которых нет, в отличие от нашей, например, страны или Украины, закрытых фондов, в которых нет какой-то дух. Поэтому в рамках той идеологии нашей конференции, в резолюции, нужно записать пункт, который мы бы просим Ятваше сотрудничать с нами в решении таких-то вопросов. Не больше, не меньше. Я об этом не говорю. Затрудничать. Не понимаем, что это коряло. Да, еще надо их обвинять в чем бы то ни было. Да нет, он думает, ну реакция такая вот. Давайте мы просто сейчас отойдем от эмоций. Идите куда хотите, только не в Ятваше. Понимаете, что я не понимаю? Нет, в Ятваше на самом деле, поверьте мне, любой исследователь, я очень хотел бы, может быть, я окажу вам помощь в этом, потому что нет никаких проблем. Никакой группе исследователей там занят. А вот если Ятваше примет дополнительное участие в поиске, в первую очередь по огромному массиву свидетельств и писсий, которые, так сказать, в том числе от израильских граждан не поступили, там будет новая информация. И должен быть нашим партнером. То есть, ну, давайте мы тогда, Ваня Алексеевич, с Эмиром Александровичем корректируем, сформулируем этот пункт. Я думаю, что мы его приняли. И зрители, пожалуйста. У меня несколько замечаний по тексту. Строчка номер два. Это событие является ключевым в истории. Может быть, надо сказать более осторожно, одним из ключевых. Можно спорить и с другими историками, возможно. Французская революция и так далее. Вторая вещь. Во втором абзаце предпоследняя строчка. Подобные процессы ведут не только к росту ксенофонских настроений и искажения памяти колокола. Я включил вы слово «антисемитизма». К росту ксенофонских настроений, антисемитизма, искажения памяти о колоколе. Все слово. Антисемитизм. После слова «сенофонских настроений», антисемитизма. Совершенно правильно, да? Далее. Мы обращаемся… Вторая страница. Мы обращаемся к руководству стран Европейских Союзов, США, Израиля и России. Я включил, конечно, и другие страны. Канада, Австралия, Латинская Америка, так сказать, места... Да, конечно. Дальше. Чистая струистическая, через строчку, слово «холохоз» большая буква. Теперь, поправьте меня, может быть, я не прав. Два раза страны называются Беларусья. Она сегодня называется Беларусь официально. Очевидно, мы должны справиться. Беларусь — это советский фермер, она творится на Беларусь. Так же, как выработать механизм проинформирования населения стран, Европейских союзов США, России и так далее, очевидно, Беларусь и другие страны. Мы должны помнить о стране мира. Теперь вопрос такой, ну, смотрение, конечно, президиума. Внедрять государственные образовательные стандарты, учебники и так далее, и спасительные роли советской армии и армисоюзников. Потому что этот вопрос в историографии, на самом деле, очень мало освещен. Безусловно, много говорили о советской армии, но я бы не спросили о Союзе. Теперь темы правильные. Возможно, все-таки лучше темы. Да, вы абсолютно правы, только не сей день по этих часам посоветоваться. Вот, понимаете, я бы этот пункт, просто на рассмотрение всех коллег, я тоже обратил на него внимание, я бы немножко расширил, да, понимаете, что делать. Мы же говорим о образовательных программах, и в разных странах они разные, собственно говоря, и дети, которые будут учить по этим учебникам, они должны, ну, делать некие акценты больше именно о том, о чем вы говорите, если правильно там, в принципе. Да, расширить этот пункт. Расширить пункт, да, немножко, да, вот в том плане, который, да, там, его правильно сформулировать. Вы можете сделать просто, знаете, вы говорите, предложение, можете организовать, допустим, семинары, сделать уроки мужества, участие ветеранов, и прочее, прочее, прочее. Так вот, да, нет? Да, надо доработать этот пункт, я бы. Ну да, да, да. Еще одна вещь, уточните, это не слово «правильник». Может быть, «правильник» не спросительный, потому что термин, ну, так скажем, в семинарах, не самый последний, а последняя строчка. У нас принятый термин «правильник». Я не знаю. Большой вопрос. Ну, как бы, опять-таки, если человек со стороны будет читать, он не обойдет, незнакомый с терминологией. Потому что терминология имеет любой мусорский смысл. «Правильник народов мира». «Правильник народов мира» — да, но не просто «правильник». Потому что понятие очень широкое. И последняя вещь, с моей точки зрения, предпоследняя строчка, основанная на общеевропейских принципах демократии. Я приехал из Америки, считаю, что Америка тоже достаточно европейская страна, или общими равных, или просто слово «чеградистки» исключить. Пословлено на принципах демократии. Спасибо. 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 Одно очень короткое паритхарикное замечание. Первая страница, предпоследняя строчка «циганский народ». Я бы все-таки написал цыганство в скобках ромского. Синтия и Рома. Я бы еще добавил такое важное слово, как гуманизм. Европейские принципы гуманизма, это является фактическим фундаментом и демократии, и европейского союза как такового. Слово гуманизм, особенно в Германии, является ключевым. Можно было бы его добавить. Все, спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Совершенно фантастический, достойный уважения человека 21 века поступал. Это произошло. Но, может быть, одной фразой уважения в человеку, это красное неотворчество. И, может быть, это будет немножко резко. Но, все, что мы делаем, это история, тоже пройдет еще сто лет, не будет нас. И если для тех будущих, мы сейчас несовершенники, серьезный поступок, чтобы не повторилось, что происходит в Украине, не обязательно приводить в Украине. Почему-то мы все так пассивно молчим, когда на высоких трибунах наши уважаемые депутаты сейчас, в наше время, допускают такую волю в своих выражениях, такое неуважение в человек другой национальности. Мы все это терпим. Значит, мы просим, чтобы был такой документ, требование, заявление, может быть, юристы поправили, обращение к тем людям, которые завиты нашими законами. Потому что был жесткий закон, тюрьма, 20 лет, за то, что человек с узокой трибуны может просто встать и сказать смерть этим и смерть другим. У нас этого нет. Этого нет. Но, может быть, юристы поправили, так правильно это сделали. Мы, если сделали первый поступок в Украине, должен быть логичный второй поступок. Достойный современного человека. Прямо, проаказованного. Спасибо большое. Я постараюсь вам ответить, если можно. Дело в том, что это не цех, как бы, этой конференции. И здесь господин мастер правильный сказал, что это научная конференция. И здесь собрать что-то странное действие и так далее. Но вы подняли актуальные вопросы, потому что вы уже его подняли. Я вам коротко отвечу. Дело в том, что Вадим Васильевич Крисович, мы сейчас внес в Старственную Думу закон, правительство закона не устанавливает, но и верховный обран Украины, значит, пока. Кстати говоря, хочу сказать, если вы еще не знаете, значит, вы еще не знаете, что... Я не оговаривался, кстати говоря, вы не думайте. Я сейчас скажу все, что я хочу сказать. Значит, дело заключается в том, что мы... Закон о запрещении героизации нацистских преступников и ответственности за это деяние. Так вот, дело заключается в том, что на апрель месяц, чтобы вы понимали, мы с вами еще поговорим потом, нам уже будет, значит, межпарламентская ассамблея СНГ, значит, внесла в свою проездку дня очередного заседания обсуждение этого закона как модельного и рекомендованного на всем постсоветском пространстве, значит, именно по этим вопросам. А вот что касается более серьезных вещей, мы завтра в 10 часов утра на заседании комитета антифашистского фронта будем обсуждать меры. Это и задачи этой организации. Но это уже будет вне рамок этой конференции, в научной конференции, да. Вот. И мы будем там предлагать меры в воздействии силами той самой организации. То, как раз о чем вы говорили, оно как бы не тема свойствования. Поэтому мы вас слышим, мы вас услышим, вы абсолютно правы. Значит, то, о чем вы говорите, я думаю, что в самое ближайшее время вы это увидите. Были еще какие-то замечания с вами где-то, да? Пожалуйста. И дело в том, что вот все, что здесь говорится, все упирается в одну простую вещь. Есть пять лет подряд принимаемые Организацией Национальных Наций и резолюцией. Последняя резолюция — это резолюция номер 47-147, которая четко и недвусмысленно сказана. Не допускать героизации нацизма и эсэсов с того прошлого. И не приравнивать участников таких формирований к участникам национального освободения движения. Поэтому я предлагаю внести резолюцию в пункт потребность от государства мира неугаснительного соблюдения совместующей резолюции ООО. Давайте мы завтра обсудим на заседании нашего Димашевского комитета. Давайте мы, понимаете, тут можно много чего писать, но если мы действительно смешаем сейчас вот научную часть с некими политическими лозунгами, то, ну, коллеги, мне этого хочется гораздо больше чем вам, поверьте. Но не будем мы нарушать, как бы, дух этой конференции, если вы не возражаете. Вот просто, да. Значит, пожалуйста. Будьте дабы, уважаемая конференция, вот здесь, мне кажется, такие логические, есть на второй странице, там где идут пункты, да, противодействуют внедрению в общественное сознание ложных домыслов, направленных на отрицание Холокоста. И также о трагедии Холокоста и спасительной роли Советской Армии. Но если мы упоминаем здесь страны, Иран, такие как, хотя Ирак не упомянули, то какие там могут быть и те Советской Армии, так сказать, информация обговорированная. Далее, выработать механизм, да, внедрять государственные образовательные стандарты, учебники, учебные пособия. Кто эти учебники будет создавать для этих стран, которые там упомянуты и которые мы имеем в виду? Кто их будет, так сказать, тестировать? И учебные пособия. Что вы имеете в виду? Это документальные фильмы, о которых говорили здесь или которые показывали вчера. Вот по поводу документальных фильмов, вчера, например, один продвинутый молодой человек, который прошел год 60-летия марша мира по всем концлагиям, по Свердсену. Ну, это здесь видео у нас было такое. И там участвовало 20 тысяч молодежи из разных стран мира. Значит, сегодня он рассказывает своему другу, он был вчера на космосе, вот сегодня он не пришел. И, значит, ну, допустим, я или кто-то говорил ему, это очень интересно. А он говорит, да, так интересно, что я вчера такие интересные фильмы другу своему по телефону поставлю, что я чуть не усну на них. И вот вы хотите такие документальные фильмы детям показывать или в школах? Я вам конкретный пример на продвинутом человеке молодому говорю. То есть вы против, что государственные стандарты? Так у вас в ответ уже есть. Нет, я не думаю. А вот целый в ряде стран... Я за, я очень за. Но качество стандарта, уровень, и кто должен да? Значит, согласно резолюции ООН в Международном дне правительства Шерстского коста, все страны, подписавшие эту резолюцию, должны иметь образовательные программы по дамы и теме. И мы это, развитие резолюции ООН об этом говорим. В каждой стране. И там в Санкт-Петербурге тоже будет прекрасный ООН. Например, в Иране, в Косово, в Америке. Нет, ну здесь же упомянуто, здесь вот...